Я тоже постараюсь уложиться во время максимально. Если не успеем, то с презентацией можно будет ознакомиться на сайтах нейромышечнаяактивация.ру и, Алексей Горгиевич, я думаю, Вашего позволения на rosmanter.com. Буквально два слова о том, о чем я буду говорить. Изначально методика, которая называется нейромышечная активация, она как бы находится на стыке между мануальной терапией, лечебной физкультурой, ну и даже другими специальностями неврологии. Суть методики в том, что когда-то наши далекие предки, выйдя из воды, вынуждены были перемещаться по суше, и для этого необходимо преодолевать силу тяжести. Сначала они это делали на животе, но это, видимо, получалось не очень эффективно и быстро. Затем появилась возможность опереться сначала на четыре, потом на две конечности, что увеличило скорость и, видимо, дало развитие центральной нервной системе. Потому что в основе вертикального положения человека, естественно, лежит анатомия, но регуляция движений, именно благодаря регуляции движений, мы можем находиться вертикально во сне, человек не может стоять. При этом регулируется физиология и биомеханика. То есть анатомия, вот эти три основных составляющих, я специально показал манекен, который стоит, но он обязательно имеет жесткую опору, которую мы не видим у человека, эту опору выполняет центральная нервная система. Вот если говорить о основных проявлениях заболевания опорно-двигательного аппарата, что там условлено названием доклада, то можно их разделить на нарушение опороспособности и подвижности, нарушение сократительной способности мышц и боль и нарушение регуляции функции опорно-двигательного аппарата. Как известно, моторный контроль подразумевает контроль за мышечными сокращениями. И самый простой пример, который мы учили в институте, работа мышц антагонистов. То есть при сокращении одних мышц, другие обязательно должны расслабиться, иначе движение не произойдет. Один из таких... Один из любимых моих слайдов. Механизм действия мышечного может быть обусловлен различным действием на мотин-тонирование. То есть это может быть мысль, желание осуществить действие, может быть рефлекторный ответ, может быть какое-то тормозное влияние, но оно реализуется двумя путями. Это динамическое сокращение, которое вызывает движение, и тоническое сокращение, которое тоже вызывает ограничение движения. И совокупность этих двух двигательных актов вообще обусловливает всю возможность движения человека в пространстве. Говоря о движениях, я хочу немножко параллель провести с международной классификацией функциональных нарушений, о которых вчера говорилось в оргсобрании. И вот в этом свете движение, если рассмотреть всю жизненную составляющую дату, дыхание это движение, кровообращение это движение, удержание равновесия это движение, передвижение, ориентировка пространства и движение, моторная функция, пищеварение, мочевыделение, докринные системы, репродуктивные функции, даже реализация наших ментальных функций, то есть речь, работа с компьютером, движение глаз, это в основе всего лежит движение. Если исторически говорить, то на это обращали внимание еще Аристотель, который в работе части животных говорил, что сон лишает способности стоять животных, Гален сделала при линии тонуса, Леонардо да Винчи говорил, что наука механика потому столь благодарна и полезна более всех прочих, что оказывать все живые существа, имеющие способность движения, действуют по ее законам. Он, в общем-то, сформулировал действия мышц антагонистов. И вот Джованни Альфонсо подарил нам такие замечательные рисунки, которые мы во многом используем. Огромна роль наших соотечественников, физиологов, нейрофизиологов. Я хочу отметить Палов, естественно, Лесгофт, Утомский, Магендович, к сожалению, репрессированный, и Безвума Бернштейн, который сформулировал фактически теоретические основы физиологии движения. Мне хочется цитату его привести полностью. Весь длительный опыт нашей экспериментальной работы над движениями человека показал, что случаи, когда при данном движении фактически напрягаются совсем другие мышцы, в другое время, другим образом, чем это ожидалось бы, по элементарному аналитическому анализу гораздо более чисты, чем те, когда поведение мышц до конца понятно и классично. Сейчас с развитием новых технологий, с появлением новых знаний, у нас появились некоторые предположения, почему так происходит. Но вот одно из них, как мне кажется, заложено в том, что мышцы имеют определенное анатомическое происхождение и имеют конкретное расположение нервных центров, которые расположены рядом с собой. И, видимо, возбуждение моторных центров связано, и этим обусловлено сегодняшнее развитие таких направлений, как мышечные цепи, мышечные поезда. С этой литературой можно ознакомиться. И очень таким ярким подтверждением, на мой взгляд, является получение в прошлом году Нобильской премии, которая была как раз... ссылалась во многом на работы Бернштейна и была связана с пространственным представлением живых существ и с возможностью передвижения в пространстве, да, так называемых GPS. Но основные методики нейромышечной активации были в предыдущем слайде представлены, я не буду повторяться. Скажу лишь несколько слов о таких очень важных людях, как Генри Каббет и Маги Кнот, которые фактически основали институты, институт Кайзера, являющийся на сегодняшний день ведущей организацией в мире, которая занимается этой проблемой и с научной, и с методической, и с такой базовой. И основа нейромышечной активации в основе лежит движение, движение, которое появляется у человека, появляется у каждого из нас, вот здесь вот последовательно на слайдах показаны движения, которые развиваются, да, самое первое движение, движение руки в рот, второе движение, движение ноги в рот, затем ребенок может перевернуться за счет этих двух движений, появляется возможность стабилизировать положение головы, повторяя движение, которое он изучил, на самых первых этапах он может ползти, затем ходьба на четвереньках, сидение, естественно, ходьба, создание двигательного планирования, держание вертикального положения, ну и формирование всего богатого двигательного стереотипа, который присущ каждому из нас, но в основе все равно лежат базовые движения, которые носят определенный характер, носят именно определенный диагональный, диагонально-спирально скручивающий характер. Эти диагонали показаны здесь в ходьбе, и как определение, диагонали это дуга движений, которые происходят от максимального растяжения до максимального укорочения. При движении диагонали, происходящих в трех плоскостях, одновременно могут осуществляться сгибания, приведения внутренней ротации, разгибания, приведения наружной ротации. Самый простой пример, который я привожу, возьмите, сожмите руку в кулак, приведите лучезапясный сустав, согните локоть, приведите плечо и рука у вас придет сама сюда, то есть анатомически просто, это обусловлено не только нейрофизиологически, но и анатомически, потому что каждый сустав имеет небольшой диагональный скос, мышцы находятся под определенным диагональным углом, и вот именно сочетание анатомии с физиологией дает это диагональное движение. Условно разделяют пять групп диагоналей. диагонали таза, диагонали плечевого пояса, или они называются лобатки, и диагонали шеи. Из их совокупности складывается основной двигательный стереотип. Ну вот здесь коротко показано, как они отрабатываются, диагональные движения в PNF, и фильм, нет, наверное, не работает. Нет, да. Так, ну, к сожалению, да, не запускается фильм, но это диагональные движения с использованием эластичных тяг. Да, давайте один покажем, просто я не хочу тратить времени на... Я буду объяснять по слайду, что в чем. То есть, движение, начальные движения в руке отрабатываются с определенным расположением. Почему эластичная тяга? Потому что тяга позволяет давать напряжение в том направлении, где она крепится, в отличие от веса, в отличие от груза, да. То есть там, где прикреплена тяга, в частности, терабант ленты, там, туда она оказывает движение. И правильно разрабатывать это движение именно в тех направлениях, которые являются естественными. Да, давайте дальше. Я просто пролистаю на каждой из двигательных сегментов. То есть, лучезапясный сустав, локоть, это для американцев делали презентацию, плечевой сустав, лопатка отдельно. Отдельно существуют диагонали таза, которые также разрабатываются, диагонали нижних конечностей. Они тоже могут тренироваться с помощью как мануальных методов, так и с помощью, в общем-то, лечебной физкультуры, но такой целенаправленной. Голеностопный, коленный сустав. Еще раз, с презентацией можно ознакомиться на сайте, поэтому, в принципе, я думаю, что не должно быть проблем. Таз, отдельно таз. Но и в отношении эластичных лент, их большое достоинство, что они могут быть использованы даже при отсутствии конечности на культе. То есть, они позволяют крепиться в любом месте, как на поверхности, так и на теле. Ну и вот, как бы, такой сводный слайд о взаимодействии центральной нервной системы, о важности проприорецепторов, о важности вестибулярного аппарата, длительного анализатора, положении головы в пространстве. Вот как пример использования эластичных тяг у пациента с целях тренировки баланса. То есть, идет растяжение, когда он стоит с опорой на две ноги, растяжение, когда стоит с опорой ноги в плоскости более подверженной колебании на одной ноге. Если идти дальше, то можно это делать с открытыми, закрытыми глазами, естественно. Когда зрительный анализатор перестает давать информацию, то необходимость проприорецепции включается больше, возникает некоторое колебание. А если использовать еще и нестабильную опору при этом, то видите, как он для удержания веса, в общем-то, здоровый, относительно здоровый солдатик, требуется большая физическая нагрузка, о чем в предыдущем докладе тоже говорилось. Проприорецепторы с использованием различных массажных роллов под весом тела, отдельно подвесные системы, которые увеличивают динамическую составляющую сокращения и сокращают тоническую. Вот здесь на слайде, как показано, что все-таки гравитация, что она дает. При положении вертикально мы ее не ощущаем, потому что мы привыкли к ней, мы прошли те этапы, которые прошел ребенок, и мы находимся все время в состоянии равновесия. Но в то же время человек никогда не находится в состоянии равновесия, он всегда находится в поиске состоянии поиска равновесия. Если мы чуть-чуть отклоняемся буквально на 5 градусов вперед, мы чувствуем напряжение, если назад, то есть мы тоже. И здесь вот использование положения в пространстве очень важно для развития, для нейроактивации стабилизаторов. Вот подвесные системы, разные варианты, разные вектора, разные углы, разное количество точек опоры. Современные тренажеры с возможностью нестабильной опоры. Безусловно, аква-тренажеры. Я, кстати, на выставке был приятно удивлен. Есть отечественные аква-тренажеры, появились здесь внизу у нас. У нас эта методика описана в методических рекомендациях МАПО. Такой уже век технологий больших, когда нестабильные опоры мало того, что могут управлять положением, в них может быть встроена дорожка, они могут быть окружены виртуальной реальностью вокруг. Все это дает возможность человеку фактически помещаться в условия среды, где он влияет на свое положение во всех плоскостях пространства. Такие методики, когда виртуально зрительный анализатор в большей степени включается, и человек должен запомнить количество шариков светящихся, потом выполнить определенные движения, они погаснут, они будут перемещаться, он должен опять сориентироваться, на них при этом тренируется и внимание, и координация, то есть психологические функции и двигательные. Информации, вот сайт еще раз, нейроимышечный актив, nmaktiv.ru, такой открытый информационный портал, пожалуйста, можно оставлять комментарии, можно как бы общаться на нем. Отдельная методика, начально изложена в книжке физической реабилитации в конкурсе в лечении больных дерзопатиями, она в Вестнике восстановительной медицины есть сейчас в продаже. Большая статья была в 4 номере 2011 года, также отдельные материалы в учебнике по физической реабилитации для спортивных вузов. И периодически проходят семинары, первый был год назад, сейчас состоялось уже 6 семинаров, они под эгидой Российской ассоциации спортивной медицины и реабилитации больных инвалидов и ассоциации иммунальных терапевтов. Проходили семинары по диагоналям отдельно, по нейромышечной активации центра, последний семинар состоялся в Владивостоке буквально месяц назад. Спасибо за внимание, с удовольствием отвечу на вопросы если удобно можно в письменном виде вот по электронной почте. Спасибо. Вопросы есть? Вопросы?